В округе впервые стартовал необычный проект «Новогодний автобус». Школьники вместе со сказочными героями отправились в увлекательное путешествие по Люберцам. С ребятами прокатились и мои коллеги. В своё первое путешествие по Люберецким улицам новогодний автобус отправился строго по расписанию. Пассажиры, учащиеся 4-го лицея. Кикимора в игровой форме рассказала ребятам о почти 400-летней истории Люберец. После Бородинского сражения 1-я и 2-я русские армии под предводительством кого? Кутузова. Совершенно верно. Молодец, мальчик Кутузова. Остановились в этом селе на отдых. Вот, пожалуйста, справа посмотрите. Во время поездки по Зимним улицам ребята поучаствовали в анимационной программе и окунулись в историю родных Люберец. Где жил и учился первый космонавт, почему пруды называются Наташинскими, в каком году люберцы окончательно получили статус города и другие интересные факты из истории Люберецкого края. Мне нравится эта экскурсия, я хочу, чтобы были бы такие экскурсии почаще. Конечная остановка новогоднего автобуса – Центральный парк. Здесь юных путешественников уже ждал Дед Мороз. Он подготовил для ребят много сюрпризов – зимние забавы, песни и хоровод вокруг елки. Мне понравилось представление. Мы здесь играли, потому что мы получим подарки. Мне здесь все нравится. Хочу, чтобы так было каждый Новый год. Развлекательная программа проходит в рамках проекта губернатора Московской области «Зима в Подмосковье». В течение двух недель новогодний автобус совершит 28 рейсов. В увлекательной экскурсии по Люберцам в преддверии главного новогоднего праздника поучаствуют около тысячи школьников. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.